Всем привет! Это очередной выпуск подкаста, где я пока что записываю аудиоверсии своих любимых постов, которые у меня накопились уже вот за 5 лет существования группы, точнее активного её ведения. И сегодня я хочу осветить такую тему. Это опять будет моя любимая тема неперфекционизма, вы, наверное, знаете. И хочу зачитать сообщение, которое мне недавно ученица прислала. Читаю сообщение. «Екатерина, вы сегодня показали мне важную вещь. Вам несколько раз задали вопрос, на который вы не знали точного ответа. И вы прямо сказали, что вам нужно проверить информацию. Я обычно в таких ситуациях делаю вид, что всё знаю. Вы мне дали пищу для размышлений». И тут, конечно, признаюсь честно, что я сама ещё несколько лет назад делала вид, что я всё знаю, и гуглила быстренько под шумок. И просто поняла в какой-то момент, что нормально всё не знать. И лучше признаться и при учениках загуглить что-то на уроке, чем нервничать и пытаться выкрутиться. Потому что на высоких уровнях это особенно актуально. Да и вообще на любых уровнях. Потому что держать все-все-все слова и правила, и примеры, и переводы особенно, это, конечно, очень сложно. Ну и вообще, бывает, находится отмение, и не можешь даже вспомнить значение знакомого слова. Или сомневаешься где-то в произношении. И тут мне лично гораздо проще не притворяться, а сказать, что я что-то не помню, давайте посмотрим. И тут, мне кажется, ещё мне бы очень не хотелось подавать неправильный, да, скажем так, пример ученикам. Потому что это нормально не знать всё. Я это зазнала, когда начала готовиться к CPI. Я поняла, что, конечно же, это нереально. В любом случае, даже имея Proficiency 230 сейчас по пассиву, я не знаю всё. И не будет такого момента, когда я смогу ссадить с уверенностью, что я знаю всё. Это просто нереально, потому что, представьте себе, этот океан английского CPI — это какая-то капелька в этом океане. Соответственно, столько всего непознанного и столько разных аспектов, что, наверное, надо с этим сбериться. Конечно, это не значит, что нужно просто остановиться и ничего не делать. Но просто нужно понимать, что, если я не знаю, я могу посмотреть, загуглить, и это совершенно нормально. Возвращусь к неправильному примеру. Я помню, что, конечно, я сама, когда была тем человеком, который считал, что идеал возможен, очень мучилась от этого, потому что, конечно, тяжело. Тяжело быть неидеальной, тяжело понимать, что ты преподаватель, вроде как, этот идеал, который должен всё знать и никогда не ошибаться, а ты чего-то не знаешь. Поэтому, опять-таки, не хочу, не хочу, не хочу подавать неправильный пример ученикам. У меня, видимо, не было таких преподавателей, которые признавали ошибки. Ну, либо как-то у меня сложился такой образ, как у многих, в общем-то, что преподаватель — это человек, который не имеет право на ошибку. Хочется всё-таки быть примером нормального человека, нормальной версии преподавателя, который не знает всё и признаётся, что он что-то не знает. И вообще, в принципе, если говорить о преподавании, это такая достаточно сложная штука, особенно если вести групповые занятия. Достаточно много всего нужно контролировать сразу. И если ещё и сидеть в напряжении, что вот сейчас что-то спросит, а я не знаю, то это, конечно, становится очень уж большой когнитивной нагрузкой. Я поэтому очень рада, что я в какой-то момент позволила себе всё не знать. И, конечно, хотелось бы, чтобы ученики тоже это понимали, и чтобы им было проще преподавание и в жизни. Надо признать, что, конечно, что, возможно, такой стиль преподавания подойдёт не всем. Перфекционистам. Обычно не очень нравится, когда преподаватель что-то не знает. И, признаюсь честно, я раньше сама была этим ужасным учеником и считала, что преподаватель – существо идеальное, которое, в принципе, не имеет права на ошибку, что и уроки должны быть идеальными, и вся организация процесса тоже. И если вдруг что-то шло не так, я теряла мотивацию заниматься, и под благовидным предлогом прекращала занятия и шла искать идеал, который, конечно же, не существует. И точно так же я требовала и себя, и корила за любые промахи на преподавательском поприще. И была с собой часто недовольна. И, конечно, я помню это состояние. Сейчас и тогда – это разные вещи. Я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. Отчасти от того, что я позволила себе ошибаться. И сейчас я понимаю, что идеала нет и не будет, и не стоит его искать ни в других, ни в себе. А нужно просто делать свою работу хорошо. Насколько это возможно – самообразовываться, находить новое, быть чуть лучше, чем я вчерашний, как бы банально это ни звучало. И даже имея CPI, каких-то ошибок, говорок не избежать. И слова будут забываться, и что-то неизвестное попадаться будет все время, и какие-то накладки будут случаться. Это такой процесс рабочий, неотвратимый. То есть идеальных нет. Когда я это поняла, мне стало прям легче жить и получать удовольствие от преподавания. Да, что-то может пойти не так. Да, я могу что-то не знать, залезть в словарь, в свона, там куда-то еще. Но я тоже знаю много, как и вы наверняка. Самое главное, что мне не все равно. Я хочу научить учеников, я хочу сделать так, чтобы они запомнили, чтобы у них получилось, чтобы они перешли на новый уровень. Делаю все возможное. И поэтому, конечно, не думаю, что перфекционизм как-то может помочь. Просто потому, что это не то, что делает меня хорошим преподавателем. Вот, хотела это рассказать вам. Может быть, вам тоже это как-то поможет. Потому что много встречаю учеников, которые очень требовательны к себе. Например, мне сделали домашние задания идеально. Или что-то не доделали. На занятия не приходят. Или вообще считают, что надо начать заново. И, конечно, это путь в никуда. Надеюсь, что, может быть, кому-то поможет этот подкаст. И вы тоже поймете, что ошибаться это нормально. Как на занятиях, так с учениками. Просто признавать свои ошибки. Стараться улучшать. То есть, сделали ошибку, сделали себе заметку. Я лично так делаю. И потом просто прорабатываю эту тему. Никакой грусти по этому поводу. Ну, конечно, неприятно что-то не знать. Но это процесс. Это нормально. У меня на сегодня все. Пишите, если у вас будут какие-то вопросы. У меня есть анонимная форма в группе. Можно там написать вопрос. Или мне просто в личные сообщения присылать вопрос. Я обязательно подвечу. Либо постом. Скорее всего, вначале постом. А может быть, потом запишу подкаст. Пока-пока. Продолжение следует.